К нам присоединяется военный эксперт Владислав Селезнёв. Владислав, рады приветствовать вас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, слава Украине. Героям слава. Итак, Владислав, давайте начнём с наших успехов в воздухе Ту-22М3. Что собой представляет этот бомбардировщик? Ну а далее подробности все остальные по ходу дела разберём. Стратегический бомбардировщик, который россияне в основном используют как носителя ракет типа ХАТ-22 или ХАТ-32. Это те самые ракеты, которые мы до недавнего не могли уничтожить. Почему? Потому как они следуют к цели со сверхзвуковой скоростью. Но сегодняшняя ночь принесла нам первые масштабные успехи. Нам удалось не только уничтожить две ракеты типа ХАТ-22, но и уничтожить носителя этих самых ракет, бомбардировщик типа Ту-22М3. Причём, как только появились первые сообщения о том, что на территории Ставропольского края упал российский стратегический бомбардировщик, и сразу буквально появились видеоподтверждения этого факта. И мне подумалось, что, скорее всего, россияне, активно используя свою авиационную технику, привели его в такое состояние, что оно уже буквально становится тяжелее воздуха и падает. Лишь затем мы узнали, что это была эффективная военная операция украинских воздушных сил, которые действовали во взаимодействии с нашими представителями Главного управления разведки. Чудесный результат, и я так думаю, ну, судячи, по крайней мере, по перемещению вражеских Ту-22М3, удар был нанесён где-то в районе Севастополя. Именно там россияне выводили свои бомбардировщики на боевой курс с целью запуска тех самых ХАТ-22. И именно там по одному из этих самолётов был нанесён ракетный удар. О каких ракетах идёт речь, в ближайшей перспективе генерал Буданов обещает рассказать более детально, но я могу предположить, что, скорее всего, нашим специалистам, нашим конструкторам удалось восстановить комплекс ПВО С-200, соответственно, провести апгрейд ракет к этим комплексам, и я думаю, что именно они поразили эту очень важную стратегическую уровню цель. И, в принципе, это же не впервые случилось. В своё время украинская разведка сообщала о том, что, используя неизвестно пока какой ракетный комплекс, нам удалось уничтожить так называемый летающий радар, комплекс А-50 на дакватории Азовского моря. Теперь вот второй такой успех, и я уверен, что таких успехов будет дальше больше, дабы противник чётко понимал, что на все их агрессивные планы и намерения мы ищем и находим соответствующий, очень жёсткий ответ. Владислав, ну вот так получается, почему так активно в российских пабликах заговорили о технической неисправности, получается, сбили над Севастополем, и самолёт, получается, тянул до Ставрополя, и только там произошло уже неизбежное, так я понимаю? Да, там порядка 200 километров по прямой, и, в принципе, если повреждения были незначительные и не фатально уровни, то вполне возможно, что благодаря мастерству тех самых специалистов удалось им немножко протянуть самолёт. Причём российские паблики сообщают о том, что из четырёх членов экипажа три успели катапальтироваться, а командир экипажа, который, собственно говоря, и обеспечивал ту самую принудительную эвакуацию, собственно говоря, навеки остался на борту того самого сгоревшего Ту-22М3. Ну и тут, опять же, я должен сказать, что, как правило, процесс катапультирования, он всегда весьма-весьма серьёзно воздействует на внутренние органы пилотов, поэтому я не думаю, что в какой-нибудь обозримой перспективе эти лётчики становятся или сядут за штурмал, или на боевые посты в тех самых самолётов Ту-22М3. Ещё один очень важный момент. Последний экземпляр такого типа самолёта в Российской Федерации был выпущен в 93-м году, и фактически с тех пор Россия так и не сподобилась организовать производство такого типа самолётов. Поэтому потеря каждой боевой единицы – это существенная потеря для российской армии. Надеемся, что потеря лётного состава для таких самолётов тоже существенная будет. Касательно Х-22, если так вот вспомнить, то эта старая советская ракета разрабатывалась в 70-х годах для борьбы с авиациями с США. Что можем противопоставить этой ракете? Только ли Патриоты? Коллеги, я с Вашего разрешения уточню. Дело в том, что ракеты типа Х-22 с боевой частью порядка тысячи килограмм в первую очередь предназначались для уничтожения авианесущих крейсеров и авианосцев Соединённых Штатов Америки. То есть цели для них были куда более масштабные и представительные. И хотя эта ракета не отличается ювелирной точностью, но боевой заряд, который она несёт на своём борту, весьма и весьма существенный. А некоторые модификации этих ракет вообще подразумевали, что они будут носителями тактического ядерного заряда. Поэтому, безусловно, россияне ещё имеют некоторое количество этих ракет. Они весьма-весьма капризны в хранении и тем более в приготовлении к боевому применению. Но, тем не менее, россияне их активно используют для того, чтобы создавать массированный вал ракетных атак. Кстати, обратите внимание на атаку, которая случилась этой ночью. Россияне обычно много больше используют ракет типа Х-101, Х-555 или Х-555. В этот раз было зафиксировано наносили лишь два пуска такого типа ракет с бортов стратегических самолётов ТОТ-95МС. Ситуация в определённой степени дивная, ведь в воздухе находилось как минимум шесть стратегических бомбардировщиков этого типа, а ракеты было запущено всего лишь две. Причём каждый из этих ТОТ-95, в принципе, на максимуме своих возможностей способен одномоментно запускать примерно шесть ракет. А тут всего лишь на шесть самолётов две запущенных ракеты. С чем это связано? Какие-то технические неувязки или же, возможно, таким образом россияне готовят новую смену пилотов, в боевых условиях тренируя их? Мне понятно, что неизвестно. Но, думаю, со временем мы поймём, в чём логика действий именно такого формата российской армии. Но, опять же, обращаясь к нашей аудитории, я хочу обозначить следующую позицию. Россияне в настоящее время имеют некоторое окно возможностей. Оно связано с тем, что наши западные партнёры активизировались, и я думаю, что в короткой перспективе мы получим дополнительные системы ПВО, соответственно, ракеты к ним. И поэтому вот этот период безвремени, когда нам серьёзно не хватает ресурсов систем противовоздушной обороны, я думаю, россияне будут использовать по максимуму. Поэтому я обращаюсь к нашей аудитории в очередной раз напоминаю. Ни в коем случае не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги. С большой долей вероятности именно в эти дни противник будет использовать по максимуму своё превосходство в ракетной компоненте. И воздушные тревоги могут звучать, в принципе, по всей территории Украины. А, соответственно, россияне будут использовать весь свой ракетный потенциал для нанесения ракетных ударов. И тут я хотела уточнить, потому что также много дискуссий ведутся о том, почему нельзя взять и купить те же Патриоты, если их много, как говорится, на складах в Европе или там ещё где-то, чтобы и зрители в том числе понимали, что это не Алиэкспресс, условно говоря, а не может туда зайти и предложить за любые деньги купить то, что тебе нужно. Вот эту систему объясните также, пожалуйста. Ну, ответ очевиден. Одна батарея системы Патриот стоит примерно 1 миллиард 100 миллионов долларов. В этот комплект входит как минимум 8 пусковых установок, пункт управления, центры энергетики, соответственно, радарные комплексы. С одной стороны, огромные деньги, а с другой стороны, эксклюзивное право на продажу такого оборудования имеют Соединённые Штаты Америки. На фоне весьма и весьма сложных внутренних политических процессов в самих США даже поднимать вопрос о покупке за какие-то, да я не знаю, за собранные украинскими гражданами деньги такой системы, я думаю, не следует. И, в принципе, формат и точка отчисления, в которой мы сейчас находимся, она, собственно говоря, даёт нам надежду, что, в конце концов, многомесячный кризис, политический кризис, связанный с выделением военно-технической помощи Украине в ближайшие дни, пожалуй, завтра, будет в определённой степени разрешён. Это, безусловно, очень важно. Почему? Потому как техническое превосходство на поле боя у россиян сейчас даёт им фору. Они имеют возможность продвигаться вперёд. Да, это продвижение тактического уровня. 100, 200, 300 метров в течение суток, но тенденции весьма-весьма неблагоприятные. И с такими перспективами мы можем в перспективе слышать весьма-весьма неприятные сводки с линии фронта. А это значит, что ресурсы для нас являются определяющим фактором. Президент Украины абсолютно чётко артикулирует следующее. Без американской помощи Украина в противостоянии с Россией не выиграет. А это значит, что техника вооружения, боеприпасы, как и вооружение, от американской армии нам необходимы тут и сейчас. И уже у нас нет времени на раскачку и нет времени на ожидания. Прежде чем спросить о Джанкое, я вот хочу отметить, что во время сегодняшней ночной атаки по территории Украины, это Днепр, Кривой Рог, Одесса, в частности, по Одессе, был удар российский по припортовой инфраструктуре. И говорилось о том, речь шла о том, что это была баллистика с территории Крыма. Вот тут мы подводимся к Джанкою. Сейчас появились спутниковые снимки украинского удара по этой военной базе в оккупированном Крыму. Ваша оценка ущерба, так сказать, для российской армии, для возможности наносить подобные удары баллистикой по территории Украины? Как говорила моя супруга, и часто повторяет, я говорила. На самом деле информация о том, что вторичная детонация была на территории Джанкоюйского аэродрома не случайна. Ну, собственно говоря, об этом мы и начинали диалоги с вашими коллегами в тот день, когда случилась самая баллонная на территории Джанкоюйского аэродрома. Да, на самом деле зафиксирован факт попадания в склад с боеприпасами, зафиксированы повреждения на площадках, где находились комплексы пусковых установок С-300 и С-400. Есть прилеты по вертолетной площадке. И опять же, я тут напомню нашей аудитории, что на территории Джанкоюйского аэродрома дислоцируется, по-моему, 56-й вертолетный полк. Сейчас все эти вертолеты в спешном порядке переброшены на аэродром Кировска, недалеко от Феодосии, это восточная часть Крыма. Там же находились те самые С-300 и С-400 комплексы, которые были призваны закрывать небо над Джанкоюйским аэродромом. Но, как видим, они даже сами себя не смогли уберечь. Ну и, соответственно, на территории аэродрома находится командный пункт, управления, пункт связи, а также ремонтно-восстановительные мастерские. Там россияне чинят ту самую технику. Несколько единиц, по-моему, до четырех, там находилось штурмовиков, СО-25, вся эта техника в спешном порядке россиянами эвакуирована на иные аэродромы. И, собственно говоря, результат ракетной атаки весьма и весьма впечатляющий. Я думаю, что дальше будет больше. Ведь, собственно говоря, мы из этого не делаем никакой тайны. В начале текущего года президент Владимир Зеленский говорит буквально следующее. Год 24-й для украинской армии будет годом особого внимания к территории временно оккупированного Крыма. И на его территории все вражеские военные объекты для нас являются законными целями. Собственно, это мы сейчас с вами и видим. Ибо вон, который гремит в разных уголках Крыма на военных объектах, на объектах военной инфраструктуры, на объектах энергетической инфраструктуры. Я надеюсь, что в перспективе на объектах транспортной инфраструктуры, как только Керченский мост, будет греметь все чаще и чаще. И раз уже заговорили о украинском Крыме, там мы видим, что все уменьшается, тает Черноморский флот. И вот президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала перемещать свои корабли, в том числе и носители ракет «Калибр» в Каспийское море. И тут, конечно же, стоит для нас сразу понимать, это хорошо или все-таки с Каспийского моря также они несут для нас угрозу. Это один момент, и сможем ли мы их там тоже достать? Этот Черноморский флот, чтобы побыстрее уже превратился в флотилию. Вчера мне довелось поработать весьма-весьма настойчивым адвокатом наше Главное управление разведки, ведь многие пользователи интернета начали упрекать в том, что невозможно технически переместить корабли из акватории Черного Азовского моря, соответственно, на Каспийское море. На самом деле такая опция существует. Сеть Волгодонского канала позволяет перемещать противнику, в том числе и многотоннажные корабли, тоннажностью до 5000 тонн. Кстати, фрегат «Адмирал Макаров» чуть меньше по тоннажности, чем возможности шлюзовой системы Волгодонского канала. Поэтому если россияне ставят при собой такие цели, то, в принципе, они их вполне могут реализовать. Другое дело, что россияне, в принципе, не так много теряют из-за того, что они вынуждены перемещать боевые корабли носителей ракет морского базирования типа «Калибр» в акваторию Каспийского моря. Эти «Калибры» способны действовать на расстояние до 2000 км, а это значит, что даже из акватории Каспийского моря большая часть территории Украины будет находиться в зоне поражения этих самых «Калибров». Хотя ситуация в определенной степени дивная. В последнее время мы не так часто фиксируем применение, опыт применения таких ракет, в основном ракет наземного или воздушного базирования, а вот ракеты морского базирования «Калибр» за последний месяц, я помню, лишь единичный случай запуска такого типа ракет. С чем это связано? То ли с отсутствием достаточно уровня отлаженной логистики для загрузки этих ракет на территории военного порта Новороссийска, либо же это связано с определенными проблемами с пусковыми шахтами боевых кораблей, которые являются носителями тех самых «Калибров», либо какие еще причины. Но в любом случае мы должны понимать, ракетный потенциал российского Черноморского флота весьма и весьма значительен. И вполне возможно, что сейчас противник просто накапливает ресурсы, чтобы в тот момент, когда мы будем наиболее, скажем так, слабо забеспечены, соответственно, средствами противовоздушной обороны, нанести тот самый масштабный ракет. Ну да, такого варианта исключать никакого случая нельзя. Владислав, давайте поговорим о ситуации на фронте. И вот свой вопрос я буду базировать на данных эстонской разведки. Они пристально следят за ситуацией, отмечают, что главные сейчас, ну, одни из самых главных, это Авдейское и Бахмутское направления, но особо отмечают, что прорывов у фронта нет, и какого-либо незапланированного отступления вооруженных сил Украины тоже не наблюдается. О Часовом Яре. В эстонской разведке отмечают, что достаточно сильно укреплен этот населенный пункт, достаточно мощные фортификационные сооружения, и даже на подступах к городу российские войска несут масштабные достаточно потери. Какова, по вашим оценкам, там ситуация? Ситуация, на самом деле, весьма-весьма сложная. Она кризис на уровне, но есть ряд умнадеживающих моментов. Момент первый. Во-первых, там работает генерал Сырский вместе с офицерами своего штаба, поэтому он, безусловно, сам видит, какая ситуация. И в состоянии принимать соответствующие административные, организационные, командирские решения в части перемещения дополнительных ресурсов, сил и средств для усиления группировки украинской армии, действующей на этом участке фронта. Безусловно, господствующие позиции наших сил обороны позволяют нам достаточно уверенно сдерживать вражеские атаки. Нам бы еще ресурсов побольше. И я надеюсь, что, в конце концов, этот вопрос будет разрешен в самое ближайшее время. Ведь очевидно, что артиллерийская компонента по-прежнему остается крайне важным составляющей боевых возможностей украинской армии. Ну а дополнительные средства ПВО, безусловно, позволят нам, как минимум, отогнать вражеские штурмовики, типа Су-25, которые в настоящее время практически безнаказанно пролетают над нашими позициями в часах ЯРУ. Проблема достаточно серьезная, но, опять же, я уверен в том, что весьма-весьма-весьма асанально действуют наши командиры на местах, а соответствующие логистические службы тут сейчас готовят или уже реализовывают миссию в части перемещения дополнительных ресурсов на этот участок фронта. Хотя, безусловно, нам есть за что тревожиться. Часов ЯРУ на сегодняшний день самый кризисный участок фронта, хотя, безусловно, динамика на поле боя и на иных участках фронта весьма-весьма драматична. Вновь активизировались действия на Старомайорском направлении, крайне непростая ситуация в районе Работина. Враг вновь активировал свои усилия на Купенско-Лиманском направлении, причем с акцентом на Лиман. Ну и, понятно, постоянно происходят боевые столкновения на участке фронта западнее Тавдеевки и южнее от Маринки. И также российские войска увеличили количество атак в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Институт изучения войны. И вот накануне украинские военные отбили все штормы в районе Северска и превратили в металлолом большое количество российской техники. Об этом сообщают в Институте изучения войны. И по данным аналитиков, подобная ситуация произошла и в районе Сватова. Там было ликвидировано 4 российских танка Т-80 и 6 боевых машин пехоты МТЛБ. Большие потери у армии РФ не только в технике, но и в живой силе, отмечают аналитики. А за счет чего эти пополнения и вот такой натиск уже держится некоторое довольно-таки серьезное время, Владислав. И вот когда это, как говорится, вы уже упоминали о том, что такое окно возможностей сейчас использует враг. На поле боя мы видим в том числе, пока нет достаточного количества для нашей артиллерии боеприпасов. А за счет чего такие пополнения, откуда берет враг? Россия, во-первых, продолжает активно инвестировать в свой оборонно-промышленный комплекс, который выдает на гора суммарно более 2 миллионов снарядов в год. Плюс у них есть определенная коллаборация с правительством Иславской республики Ирана и Северной Кореи, которая поставляет им артиллерийские боеприпасы, ключевую номенклатуру 122-го и 152-го калибра. Плюс россияне достаточно активно используют дроны разного типа, в том числе FPV-дроны. Ну и плюс россияне абсолютно не обращают внимания на потери и среди личного состава, и в рамках уничтожения нашими силами обороны, их бронетехники, их вооружения. Обратите внимание, на ежедневные сводки от украинского генштаба цифры на самом деле впечатляющие, но это в никакой мере не уменьшает пыл вражеской армии, которая стремится захватить чем больше украинских территорий. Поэтому совершенно очевидно, окно возможностей россияне пытаются использовать по максимуму. И тут, я думаю, нам необходимо продержаться. Продержаться этот период времени, когда начнут поступать артистские снаряды, в том числе в рамках чешской инициативы, мы получим первые транши военно-технической помощи от наших заокеанских партнеров. Тяжело. Я понимаю, что тяжело. И в принципе линия фронта сейчас в основном держится за счет мужества, героизма и невероятных усилий украинских воинов на разных участках фронта. Но иного пути у нас нет. Если противники будут и далее двигаться достаточно серьезными темпами, в зоне риска окажутся многие-многие жители наших регионов, наших районов, которые в настоящее время находятся под контролем украинской армии. Я никому не желаю пройти через те испытания, через которые сейчас проходят жители временно оккупированной Донецкой, Луганской областей, Юго-Херсонщины или Юго-Запорожской области. Террор, насилие, убийство – это лишь малая толика тех военных преступлений, которые ежесуточно совершают вражеские солдаты. И безусловно, линию фронта необходимо держать. И для этого необходимо использовать все имеющиеся у нас ресурсы. Спасибо, Владислав. Держимся, боремся. Спасибо за участие в нашем эфире. Военный эксперт Владислав Селезнев был на связи с нашей студией. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова